Продакт объявляет о грядущей задачи на исследование. Мы говорим, вот смотри, как бы бриф, там не так много вопросов. Он уходит заполнять этот бриф и не возвращается. Ну, не потому, что с ним что-то случилось, да? Задача отпала, понимаешь? Я к нему прихожу, говорю, где? Он говорит, слушай, я вот что-то тут задумался, такие вопросы классные, я понял, что мне не нужно исследование. Золотые слова. Привет, я Юра Агеев, и это 269-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Татьяна Чернявская. Мы поговорим о том, как разграничиваются зоны ответственности между продуктовыми исследователями и продукт-менеджерами. Обсудим крайности исследовать все, или не исследовать ничего. И разберем по пунктам список причин, по которым исследования можно не проводить. И еще поговорим о переиспользовании данных прошлых исследований и связи исследований и time-to-market. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Таня, привет! Привет, Юра! Привет, слушатели! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Таня Чернявская. Сейчас я руковожу продуктовыми исследованиями в вертикали Авито-товары. Это самая крупная вертикаль в Авито. У нас 4 кластера, уже больше 30 продуктовых команд, 8, представляете, 8 исследователей, и мы продолжаем расти. До Авито я была тем лидом продуктовых дизайнеров и архитекторов пользовательского опыта в мой офис. Еще раньше была исследователем-дизайнером в Юзабилити-Лаб, альмаматор всех исследователей, и аналитиком в Росбанке. Еще в анамнезе есть бизнес-системный анализ, заказная B2B-разработка и даже уроки трудов у мальчиков. Ух! Ну, последнее так вообще. Учит выдерживать любой психологический напор, связанный с дальнейшим исследованием. Я недавно просто ходил на ФТЮС, на детское представление, и надо отдать должное актерам. Они способны выдерживать напор десятилетних детей. Слушай, да, я считаю, что вот у меня педагогическое образование, и на самом деле это вообще заложило крепкий фундамент к тому, чтобы я стала в итоге исследователем, пройдя все термии карьеры, пришла именно к этой работе. И ты прав, да. Это огромная психологическая школа, и сейчас мне не страшны никакие респонденты, никакие пользователи. Круто, круто. Продуктовые исследования. Чем продуктовые исследования отличаются от непродуктовых? Ну, есть маркетинговые, есть, не знаю, UX какие-нибудь, визабильти. Что, давай, вот входит в понятие продуктовые исследования. Начнем с этого. Слушай, мне кажется, что вот любая терминология, любой термин, какой ни возьми, в том числе продуктовые или нет исследования, это всегда очень холиварная тема. И даже когда я собеседую, там, ребят, задаю базовые вопросы, я вижу, что ответы очень различаются. И мне кажется, что главное, вот внутри команды, компания просто договориться, что мы сами понимаем под этим. Давай договоримся в подкасте. Да. Поэтому сейчас я буду рассказывать о том, о чем мы договорились в Авито. Да, то есть, как бы, может быть, для кого-то это неприменимо, а у нас это работает так. Смотри, да, ты прав, у нас есть маркетинговые или маркетинговые исследования, есть продуктовые исследования. И вот в продуктовые исследования что входит? Здесь у нас и исследования пользователей, целевой аудитории потребностей, потребностей более всего прочего. То есть то, что еще как бы далековато до продукта. То есть там они могут закрываться по-разному, вообще без продукта и так далее. И вторая большая часть – это то, что происходит, то, что связано уже непосредственно с продуктом. Это и пользовательский опыт, и интерфейсы, и все, что связано с сервис-дизайном, то есть когда там пользователь обращается в поддержку к нашим сейлс-менеджерам и так далее. Вот это вот все, что касается продуктовых исследований, это моя зона ответственности. Но также есть ребята, которые занимаются исследованиями рынка, исследованиями потребностей, конъюнктуры, конкурентов и так далее. Это у нас отдельный отдел, отдельные ребята этим направлением занимаются. А вот граница зон ответственности продуктовых исследователей и продуктов, она какая? Ну просто продукты же тоже, вот они стремятся проводить свои качественные, иногда количественные штуки для валидации гипотез, или для поиска, опять же, для discovery идей новых. Слушай, как ты сразу вот с козырей заходишь, как говорится, такие сразу сложные вопросы, на которые трудно отвечать. Тоже, опять же, зависит от условий, от контекста конкретной компании и команды. Буду рассказывать за нас, как это у нас принято. У нас достаточно много исследователей. Сейчас в UX-лаборатории у нас уже больше 40 человек. Я даже сбилась со счета. Ну то есть и орг структуры уже достаточно взрослые. Это исследователи всего, по всем направлениям? Это исследователи именно продуктовые. Это вот та зона, о которой я тебе говорила. И это вот больше 40 человек на всё Авито. То есть у нас 5 вертикалей, несколько горизонталей. И вот у нас больше 40 человек. И мы, как исследователи, мы живём как бы в матрице. Мы одновременно и в функции, и, конечно же, в продукте. И вот каждый исследователь закреплён за какой-то частью продукта. Как правило, это 3-4 иногда больше, иногда меньше продуктовых команд. И эти команды объединены каким-то куском пользовательского опыта, куском продукта. И как бы получается, что у исследователей достаточно ограниченная зона ответственности. И в целом кажется, что он должен закрывать под 100% все потребности продуктов в исследованиях. Но у нас такая культура, что мы исследуем очень много, очень часто, практически всё и всегда. И запросов всё равно всегда больше, чем исследователей собственных. Поэтому у нас исследования проводят не только исследователи, то есть как минимум дизайнеры и продукты, плюс ребята из бизнес-команды и даже бывает, что аналитики-разработчики. Как мы здесь делим зону ответственности? Вот в нашей целевой картине мира исследователь профессиональный, у кого там в трудовой книжке написано, что там продуктовый или так далее, исследователь, он не занимается, знаешь, какими-то простыми, понятными задачами, то есть которые легко типизировать, то есть они повторяются, они достаточно такие ограниченные. Давай для примера что-нибудь. Ну давай, например, какой-нибудь там проверка простого понятного решения, то есть юзабилити-тестирования, выверенного решения, нужно просто определиться, как именно нужно сделать и закрыть там основные барьеры трудностей пользователей. Вот простое, понятное решение, точнее исследование, таких очень много, они возникают регулярно, кажется, что это просто. А когда степень риска и степень неопределённости выше, значительно выше, то есть, например, у нас есть какая-то цель увеличить метрику, не знаю, там количество заказов с доставкой, нам нужно любой ценой этой цели достичь. И вот возникает вопрос, а как, за счёт чего, за счёт каких продуктовых, не только инициатив, мы можем это сделать. Ну чувствуешь, да? То есть там это решение ещё очень далеко. Нужно вообще понять, почему, как, где гэпы, как мы можем их закрыть. То есть степень неопределённости значительно выше, готовых ответов нет. И вот здесь уже кажется, что определённо нужен профессиональный исследователь, который обладает всей палитрой доступных методов, инструментов, знает их возможности ограничения, знает, как это сделать оптимально. И вот здесь вот как бы исследователь точно нужен. То есть мы стараемся вот делить, во-первых, по типам задач, степень риска, степень неопределённости. Ну и, конечно же, есть-нет ресурса. То есть бывает такое, что там нет ресурса, исследователь либо за грудью, либо в отпуске, либо что-то ещё. Задача сложная, и тогда, конечно, у нас продакт активно вступает в дело. Блин, это прям пример со сложной задачей. Это получается такая штука, когда реально высокий уровень неопределённости, и тебе ещё надо перебрать много чего, чтобы понять вообще, как задачу-то дальше поставить и кому. То есть это задача по поиску задачи следующей в каком-то смысле. Слушай, да, действительно всё так. У нас часто вообще такая целевая картина, что исследователь – это условно правая рука продакта. То есть, с одной стороны, да, для простых, понятных задач мы требуем достаточно такой жёсткой постановки. У нас есть определённые входные фильтры, но вот есть и возникают регулярно такие задачи с высочайшей степенью неопределённости, когда продакт может прийти и сказать, там, брат, сестра, помоги, давай искать вместе. Смотри, а вот ты упомянула, что вы исследуете много, почти всё. То есть исследование – это часть цикла поставки ценностей, в принципе, и как отдельный процесс, и как часть цикла, по сути, поставки ценностей, то есть, короче, time to market, время разработки, оно вот всё как-то потом в итоге связывается и с исследованием. И в целом, ну, у нас тоже выходило много статей про исследование, именно от Авито. Ну, короче, а если всё исследовать? Это не тормозит процессы? Ну, человек много уже, но всё равно, ты говоришь, не хватает на всех ресурсов всегда. Слушай, ты прям в корень зришь. На самом деле, вот по опыту, по практике, потому что я вижу у нас и вижу в других компаниях вообще есть, знаешь, такие две крайности в исследованиях. По левому борту это когда вообще ничего не исследуют, да, там, принимают решение экспертно, то есть как угодно, но только вот не на основании исследований. И на правом краю как бы другая крайность, это когда исследуют всё, всегда, везде, как говорится, каждый чих. И вот прежде чем там разбирать плюсы-минусы и как вообще это происходит, важно разобраться, откуда вообще могут идти эти крайности, как вот мне кажется. Первая крайность, когда ничего не исследуют, это часто растёт вот из-за либо культуры компании, да, из-за особенностей продукта чаще встречается в B2B, да, там такие особенности разработки и продажи и так далее всего жизненного цикла продукта. Ну и из доступности ресурсов. Понятно, что у какой-нибудь стартапа, да, денег там может быть чаще всего меньше, чем у огромной компании, ну типа Авито, да, люди, деньги, как бы ресурсы ограничены. И это крайность, на мой взгляд, когда ничего не исследуется, она всё-таки хуже. Вот если вспомнишь, там, знаешь, вот эта классическая картина топ-причин провала стартапов. Почему проваливаются? И там обязательно в тройке от года год, там, первое, второе, третье место, это no market need, да, то есть продукт не нужен рынку, он не нужен пользователям. А вот вторая крайность, она интереснее. То есть, казалось бы, да, мы там всё проверяем, мы data-driven, data-informant, вот всё, вот это всё красиво, классно звучит. И эта история чаще, конечно же, встречается в больших компаниях, где, во-первых, и как бы выше стоимость ошибки, то есть мы уже большой путь прошли, у нас большая аудитория, у нас всё хорошо, да, можно там потерять репутацию, можно как-то бренд пошатать, ну, как бы страшновато принимать неверные решения. А ещё второй столб, на чём как бы это основывается, это сложная оргструктура, то есть в большой компании, как правило, много уровней управления, нужно как-то распределять ресурсы, ресурсы всегда ограничены, ну, и всякие инициативы, идеи, их сравнивают между собой. И чтобы их сравнивать, нужно какое-то обоснование. И вот в крупных компаниях, мне кажется, всё-таки там, Авито тоже тут не исключение, вот эти моменты, они для нас очень актуальны. Нам дорога наша репутация, у нас есть определённые положения на рынке, и у нас уже достаточно сложная оргструктура, каждую инициативу, в общем-то, нужно обосновывать. И если вот подходить к твоему вопросу, что вроде как бы, да, всё понятно, откуда этот растёт, но кажется, что есть какие-то, знаешь, вот побочные эффекты, чем это плохо, почему плохо исследовать каждый тих. И вот то, что ты упомянул, time-to-market, так называемый, да, пресловутый, что вот скорость поставки ценности в продукте, время от того, как у нас идея возникла, и как мы её доставили до пользователей, это же очень важно, да. И если мы исследуем каждый, каждый момент, каждое решение, то неизбежно, неизбежно time-to-market тормозится, потому что даже самые простые, быстрые исследования, это всегда время. И почему это плохо, да? Уже настолько высокая конкурентная среда, очень сложно найти какие-то проблемы, потребности, для которых нет альтернатив, да, там, продуктов, других сервисов, конкурентов, и нам нужно постоянно бежать, нужно постоянно узнавать, что хотят, что не так для пользователей, предвосхищать их потребности и даже создавать какие-то новые потребности. Это кажется вот то, что на поверхности, почему плохо исследовать каждый чих, но дальше больше, смотри, помимо того, что мы увеличиваем время поставки ценностей до пользователей, мы еще увеличиваем стоимость разработки. Ведь мы же тратим дополнительные ресурсы, правильно? Тут и время специалистов, и там, даже если у нас нет исследователей в штате, отдаем на аутсорс, тогда это и время, и деньги, да. Это вознаграждение респондентам, это какие-то специальные инструменты, сервисы, в общем, сплошные затраты. А дальше еще менее очевидные штуки. Вот смотри, да, тайм-то-маркет растет, как бы нагрузка такая вот, как бы необязательная, нагрузка растет на ребят, на продуктов, на исследователей, на дизайнеров, тех, кто это делает. И из-за того, что нагрузка, это необязательное, можно было бы избежать. Плюс продукты, фичи делаются долго, то есть ты долго не можешь увидеть результаты своего труда. К чему это приводит? Это приводит к выгоранию. Выгорание – это текучка кадров, и все-все там вытекающие неприятные последствия, и ответы на собеседование, почему ты ушел из компании, потому что я работал в стол. Так, смотри, вот вспоминается мантра Move fast, break things, которую, по-моему, потом убрали со стен Facebook, но тем не менее. Ну, то есть идея такая, исследования появляются как ответ на ряд запросов от компаний как структуры, да, то есть компании необходимо принимать решения, которые, я сейчас из головы беру, а, они там плюс-минус экономически эффективны, B, они не рушат твою репутацию, C, они там еще попадают под критерии времени, актуальности, классности, еще чего-то. Ну, в общем, есть какая-то матрица, по которой, наверное, там это оценивается. И задача исследования и исследователей предоставить информацию для принятия решения. Слушай, да, похоже, что все так, да, то есть если мы там совсем на начальной стадии, мы какой-то стартап, то нам просто как бы вот нужно не попасть в этот топ причин провалов, да, и желательно вообще не попасть в этот топ и найти тот самый маркет-нит, да, что нужно пользователям. Это вот просто как бы идея. Если мы говорим уже о большой компании, когда продукт существует, есть бренд, есть имя, есть аудитория, то нам нужно как минимум, да, снизить вероятность ошибки, как-то испортить все, что есть, да, это самый такой негативный базовый вариант. Ну и как максимум нам нужно предоставить обоснование, а почему вот именно на эту инициативу нужно тратить ресурсы компании, потому что идей тоже всегда много, их нужно как-то сравнивать, а чтобы сравнивать, нужны данные, да, данные, которым нужно верить. И в том числе исследователи эти данные поставляют. Тут, конечно, хочется спросить, откуда человек, который смотрит эти данные, знает, что эти данные непредвзяты? Не знаю, ну или они там смещены и так далее. Ну, короче, блин, я понимаю, что это задача исследователя, такие данные собрать, получить, очистить, это его экспертиза. Но все же, да, вот если мы ставим данные во главу для принятия решения, и там, не знаю, не то что отказываемся, наверное, но уменьшаем роль экспертности в процессе принятия решения, то, блин, данные по-разному можно интерпретировать. Вот мой пойнт. Что ты думаешь об этом, как исследователь? Слушай, да, это сложный вопрос, и мне кажется, что он пересекается с твоим предыдущим, когда ты спрашивала, как разделять границы ответственности между продуктом и исследователем. И у меня такая классная есть история, которая это здорово иллюстрирует. Я преподаю там на курсе продуктов, на продуктовом курсе ведут тоже коллеги из Авито, Аня, Саша, привет. И я преподаю там, собственно, блок про исследования, студенты работают над кейсами, занятие так построено, что сначала чуть-чуть теории, потом они в группах работают, рассказывают, что получилось, и я даю обратную связь. Так, несколько итераций. Ну так вот, и в конце первого занятия я устраиваю такое, знаешь, показательное интервью. Я выступаю в роли респондента, причем такого, знаешь, вполне себе обычного, простого, человек из народа. И я вызываю самого смелого студента, даю одну простую задачу. Смотри, тебе нужно взять одну гипотезу, одну единственную из списка, которая есть у команды. Нужно взять кусок гайда, который направлен на проверку этой гипотезы, и ровно за пять минут общения со мной эту гипотезу проверить. И после истечения пяти минут я задаю всего два вопроса. Вот какой статус гипотезы по итогам беседы, и что такого еще интересного, полезного удалось вытащить, что они бы взяли в работу дальше. И смотри, что я наблюдаю вот прям из потока в поток. Ну, мало того, что трудности возникают уже по ходу интервью, оказывается, что проверять гипотезы сложно. Это не просто поболтать с респондентом. Соль в том, что нужно там четко разделять, что ты хочешь узнать и как это сделать. Но это отдельная тема. Но самое страшное даже не в этом. Страшнее то, как ребята интерпретируют ответы. Смотри, в результате вот 90%, а то и больше, этих показательных интервью, ребята делают такие выводы, на которые я как респондент даже не намекала. Чувствуешь? Я вообще об этом ничего. Это как художник хотел сказать. Да. Вот это вот. И смотри, я-то делала это упражнение, чтобы показать ребятам, что исследование – это нифига не просто. Что вот как бы для того, чтобы получить достоверные данные, нужно как бы постараться, нужно уметь набираться опыта. Но потом я стала думать, ну блин, ну почему так? Понятно, что и в работе такое встречаю искажения в интерпретации данных. И там хочется сказать, что все такие злые, натягивают решения на глобус, туда-сюда. Но смотри, как на самом деле? Ведь продакт, он что-то создает, он созидает, он пытается создать какую-то ценность для продукта, для пользователей, для бизнеса. И, конечно же, это творческая профессия, это творческая работа часто. И у любого творческого человека есть конкретные идеи. А так как они сидят у него в голове, чаще всего он в них очень сильно верит, часто даже влюблён. Это вот классическое когнитивное искажение, когда у тебя что-то в голове есть, и как ты не старайся, ты всё равно видишь мир вот под этим углом. Ты прям фильтруешь всё, что к тебе приходит в коробочку, да, и оставляешь только то, что вот как бы подтверждает твои гипотезы. А то, что говорит, что всё не так однозначно, ты, знаешь, как минимум вес снижаешь, да? Вот как бы, ну нет, это не важно, это там мало людей сказали, тут, скорее всего, выборка была искажённая, а тут чего-то ещё другое, ветер подул, плохо слышно было, не разобрать. Вот, это как бы конъективное искажение. И когда мы говорим о том, а где вот как бы ответственность разделяется между продуктом и исследователем, кажется, что вот всё-таки, знаешь, нужен человек со стороны. Не тот, кто это придумал, не тот, кто хочет продвинуть какую-то идею решения, а вот такой исследователь, да, который профессиональный, который непредвзятый, который может вот прям честно посмотреть, честно взвесить всю получаемую информацию и выдать её как бы в том виде, в котором ты можешь её принять, чтобы дальше продвинуть решение. То есть честно сказать, гипотеза опроверглась или гипотеза подтвердилась. И вот этот вопрос, знаешь, вот достоверности данных, это всегда достаточно сложно, да, и как исследователю нужно, ну, самому всегда сомневаться, вот точно ли я делаю всё правильно, а точно ли я сам не искажаю информацию, не преподношу её в каком-то виде, который подталкивает там к решению. И знаешь, тоже часто вижу такое, что если команда во что-то сильно верит, а ты такой красавчик на белом коне приходишь, значит, на презентацию решений и ведёшь к тому, что... Ну, давайте всё, по-новой. Да-да-да, да. Знаешь, тут нужно быть таким стейхолдер-менеджером, очень грамотным, да, чтобы команду к этому подводить, потому что неизбежно будет сопротивление, какое бы там доверие к исследованиям, к исследователю конкретно не было, мозг такая штука, что он будет сопротивляться, он будет спрашивать, а мы уверены в этих данных, а что вдруг мы такие выводы делаем, а что это были за респонденты, может быть, это какие-то профессиональные ходоки, которые зарабатывают на исследованиях, а какие вопросы вы задавали, а вы тут, значит, вот фреймили респондентов, всё прочее, чувствуешь? Это не то, чтобы от злого умысла, это потому, что люди верят, любят свои идеи. И, конечно же, больно, просто даже физически больно слышать, что, блин, нет, не полетит. Зарян, как бы надо искать что-то другое. Эх, романтика уходит, убивается просто без жалостей. Но вот самими исследованиями, смотри, вот ты руководишь исследователями. Ани, ты сталкивалась с тем, что предвзятость бывает и у людей, которых не должно бы быть её сильно? Слушай, наверное, ответ честный будет «да». Потому что мы же как бы исследователи, но мы же тоже живые люди. И мы стараемся находить таких людей, которым продукт неравнодушен, не безразличен, да? Мы неравнодушны должны быть к продукту. И, конечно, когда ты любишь свой продукт, ты тоже можешь загораться какими-то идеями. Ты постоянно варишься внутри, общаешься с командами, которые достаточно быстро уходят в проработку непроверенных решений, потому что хочется побыстрее пощупать, увидеть, потрогать. И, конечно же, да, тут вот это искажение, мы тоже от него как бы не защищены на 100%. И бывает такое. Но это, понимаешь, мне кажется, что это один из даже хардскиллов исследователя. Ну, как-то вот держать голову холодной. Сердце пусть будет горячим, но голова холодная должна быть. Да. Слушай, ну вот да, это, знаешь, как любить продукт, не давать этому чувству затуманивать реальность. Как-то так. Вот что для тебя работает? Ну, у тебя уже, наверное, много слишком опыта, но всё равно, может быть, есть какие-то не то что хаки, но инструменты, которыми ты тоже там учишь людей, чтобы вот эту дистанцию как-то поддерживать на здоровом расстоянии. Слушай, ты так классно сказала, слишком много опыта. Мне кажется, много не бывает. Ты знаешь, есть вот конкретные, да, есть конкретные как бы практики, даже вот на уровне компании, на уровне лаборатории, которые, ну, такой некоторый фильтр насчёт здравого смысла, они как бы выставляют. Смотри, у нас практикуется, это достаточно затратная история, но она хорошо работает. Так называемая peer review. То есть те проекты, которые нам кажутся сложными, где вот я как исследователь сомневаюсь в собственной объективности, уже слишком там заварилась в тему, я могу не видеть какие-то моменты. Слушай, это прям уже такой уровень сомневаться в собственной объективности, мне кажется, это достаточно сильно. Тоже нужно дойти до этого. Слушай, да, для меня как бы вот этот навык такого, знаешь, разумного сомнения в себе, не всегда, что вот я во всём вообще не уверен и ничего не могу транслировать в команде более-менее уверенно. Но такие разумные сомнения для меня это вот определяющий во многом фактор какого ты там грейда, какого уровня, какие задачи ты способен решать. Ну так вот, когда ты вот чувствуешь, что прям всё, я вот не могу быть уверен на 100% в своих решениях в том, что я хочу дальше транслировать команду, мы как бы привлекаем ребят примерно того же грейда уровня из других команд. То есть, например, я работаю в вертикали товара, я там обращусь к коллеге из авто или из недвижимости. То есть у них абсолютно другой контекст, они могут посмотреть на мою задачу свежим взглядом. И я как бы прошу посмотреть на всю вот эту задачу от начала до конца. То есть от возникновения этой задачи, как она ко мне пришла, что я с ней сделала, какие исследования я провела, что я получила информацию и как бы какие выводы, как я интерпретирую вот ту самую информацию. И вот такой свежий взгляд, он помогает как минимум найти какие-то нестыковки логические, какие-то пробелы в данных и какие-то вот, видимо, искажения из-за того, что я что-то делаю не так. Это один из способов, он очень трудоемкий. Чтобы делать это грамотно, тебе же нужно прям сильно погрузиться в задачу, чтобы понять, о чем она, зачем она, что ты там сделал, как это происходило. Более простые такие, знаешь, индивидуальные штуки, которые можно вот каждому самому применять, это работать такими, знаешь, итерациями. То есть не нон-стоп проводить там 12-16 интервью и тут же там идти в анализ, в обработку. Часто это нужно, да, из-за того, что мы бежим, бежим, бежим. Но вот в таких ответственных проектах очень важно брать паузы на разных этапах. Например, там провели 3-4 интервью, взяли паузу. Следующие респонденты. Закончили все интервью перед обработкой данных, взяли паузу. Провели анализ, дали отлежаться, переходим к выводам. То есть чтобы у тебя мозгу все немножко как бы улеглось, образовались какие-то, да, вот такие тонкие связи, неосезаемые. Вот. И еще третий прием. Не надо вариться в собственном соку. У нас, знаешь, есть такое правило, что вот, ну, как минимум большие там сложные исследования мы делаем всей discovery командой. То есть это product, это исследователь, это дизайнер, это аналитик по данным, это специалист от техники, да, от разработки. Это редактор продуктовый. Мы работаем все вместе, да, у нас разные функциональные направления, разные экспертизы, разные углы, как бы, зрения. И когда исследование большое, сложное, там ведет, естественно, исследователь, задает методологию, правила игры, что, как делаем. Но все остальные этапы, вплоть до, там, проведения общения с пользователями, с респондентами, мы делаем командой. Это позволяет нам получить, как бы, несколько точек зрения. Одна голова хорошо, а две хорошо-хорошо, как говорится, да. И мы друг друга поддерживаем и подстраховываем. Если один что-то пропустил, второй обратит на это внимание. Интересно. Вспоминаю Гарри Поттер методы рационального мышления. Он там, правда, внутренний диалог вел. Ну вот, знаешь, переход в режим такой, когда ты задаешь себе вопрос, а это точно правда, и потом, что действительно происходит. И, короче, это уже такой самостоятельный уровень. Действительно можно переходить к этому уровню через помощь из вне. Это любопытно. Да, ты прав. А тут, знаешь, такая вот тонкая грань, да? То есть, когда ты вовремя и адекватно задаешь себе и команде вопрос, а не фигню ли мы делаем? То есть, вот прям периодически надо, знаешь, даже напоминалку в календаре себе ставить, а не фигню ли ты делаешь? Вот так, знаешь, какой-то регулярности. Вроде нет. Ладно, давай до следующей напоминалки, да? Поехали дальше, да. Но иногда бывает, что это перерастает в какую-то тревожность. То есть, ты прям вступаешь в какой-то аналитический паралич, и даже в тех местах, где как бы уже можно принимать решение, ты тоже сомневаешься. Вот здесь важно нащупать эту грань и не переступать через нее. Слушай, ну вот тут, да, объем данных может иногда так задавливать, что действительно сложно принять решение. Это я по своему опыту, правда, говорю, не по опыту исследований. Ну, действительно, вот та тревожность, та штука про неуверенность, она действительно может в какой-то момент немного так перелиться через край и начать мешать принимать решение. Но здоровый уровень, мне кажется, это все-таки помогает. Только не переборщить. Да, слушай, я хотела добавить, что вот ты говоришь, да, большое количество данных, там уже сложно принимать решение. Мне кажется, что тут я вижу по опыту, по практике, что здесь хорошо работает договориться с собой и не только там устно, а прям зафиксировать для себя и для команды, если ты работаешь в команде, а каких данных, какого уровня, какого качества и объема нам будет достаточно для принятия решений. Мы с тобой еще поговорим, да, когда исследовать не надо, как это понять, и вот там вот эту тему я тебе раскрою поподробнее. В общем, ключ к тому, чтобы договориться заранее, как в АБ-тестах, да, прописать критерии до того, как ты тест допустишь. Вот как бы прописать. Минимально достаточные данные для принятия решений до того, как ты пойдешь эти данные собирать. А давай вот сразу к этой теме и перейдем. Когда исследовать не надо и вот теми про достаточность заодно. Это очень интересно. Ты знаешь, когда готовилась к нашей с тобой записи, я думала об этой теме и так быстро на вскидку пришло там 3-4 как бы поинта, когда точно исследовать не надо, но потом я сидела, думала, вспоминала из опыта, когда, знаешь, мы проводили исследования, а можно было бы без них. И у меня набралось аж целых 9 пунктов, 9 как бы ситуаций, когда не надо. И я, знаешь, начну с таких более там, может быть, простых, понятных, индивидуальных и дойдем там до каких-то сложных вещей, о которых нужно договариваться, которые нужно взвешивать. Вот первый пункт, который может быть там не совсем очевидный, кто-нибудь закидает меня помидорами в комментариях. Но смотри, я считаю, что исследовать не надо, когда ты этого делать не умеешь. Когда ты этого делать не умеешь, у тебя нет или мало опыта, или опыт был неудачный, и рядом с тобой нет наставника, нет эксперта, который бы тебя провел за ручку, позволял тебе там уворачиваться от ошибок, от пуль, как в матрице. Вот как бы не надо. Потому что часто слышу, что исследование, ну блин, вообще ерунда, что такого сложного, чтобы поболтать. Запилить опрос, так это вообще легче легкого. Но вот я тебе уже рассказывала историю с тем, как вот обучаю там продуктов, и вижу, что вот даже простое задание за пять минут одну гипотезу проверить по подготовленному гайду очень сложно. Это первый поинт, простите меня за него, ну правда, не надо, не надо так делать. Слушай, мы несколько лет выпиливали в чате у нас там четыре с половиной тысячи человек, и там регулярно продукты пытаются постить опросы. И где-то на второй год существование чата просто уже устали от этого. Мы попросили Свету Ратнер написать гайд о том, как просить пройти опросы. Вот так. И просто начали его скидывать всем людям, и это стало одним из самых популярных материалов у нас в блоге, просто и по поиску, ну в общем, это проблема. То есть да, даже на уровне просто попросить. Мы даже внутрь не заглядывали, потому что там уже это отдельная история. Ну вот. Слушай, да, ты прав. Вот, например, мы в Авито, мы когда там так или иначе приглашаем к исследованию, неважно, это там качественное или количественное, мы даже к этой истории там относимся продуктово и как исследователи. То есть мы тестируем разные как бы приглашения, мы тестируем разные каналы, по которым мы ищем и привлекаем респондентов, пользователей, не пользователей. То есть это прям еще далеко до исследования, но это уже большая сложная задача. То есть ты знаешь, насколько эгегей, сейчас запулю опрос по всем чатикам, не надо, пожалуйста, больно от этого. По-моему, у нас то ли час, то ли полтора часа как раз выпуск подкаста есть про поиск каналов, это, короче, да, непростая тема. Всё так, это отдельное искусство. Смотри дальше, второй пункт. Вот эта история часто видела и слышала такую тему, когда с помощью исследований хотят решить какой-то спор. Чаще всего это на уровне дизайна. Сейчас банальный пример, совсем смешной, условно, в красный красить кнопку или в синий табличку приклеить или прибить. Вот и всё, спор, и такие, давайте исследование проведём, быстренько замутим. Вот мне кажется, что это тоже неправильная точка входа в исследование и не совсем разумное распределение ресурсов, даже если это можно решить быстро. То есть кажется, что нужно искать какие-то другие аргументы, как-то более обоснованно это решение принимать. То есть если это единственный поинт, как вы можете договориться, это исследование, ну, надо посмотреть, что у вас там в компании с процессами, с отношениями. То есть исследование как инструмент разрешения отношенческих вопросов, которые не удаётся уладить и дать. Да, всё так. То есть если ты как бы не можешь подобрать аргументы, если ты не можешь обосновать, почему решение именно такое, кажется, что это проблема. То есть ты что-то создал, но не можешь объяснить, почему так. Вот, кажется, что не надо к исследованиям прибегать, потому что это всё-таки дорогой и сложный ресурс, давайте расходовать его разумно. Даже если у вас там всё для этого есть, люди, деньги и время и так далее. Вот, это второй пункт из девяти. Дальше как бы идёт следующий уровень, знаешь, так чуть-чуть там посложнее, да, уже который надо измерять и который вот так однозначно не ответишь. Вот, третий пункт – это когда у нас уже есть информация для принятия решения. Ну и частный случай, когда мы можем её получить, не проводя исследований. То есть вот смотри, например, да, я тебе говорила, Авито – это больше сорока исследователей, да. Каждый проводит много исследований, данных просто огромное количество. И вот, знаешь, как, легко же, да, там, я не знаю ответа на вопрос, давайте замутим исследования. То есть в компании, где много исследователей, красивая культура, всегда хочется сделать так. Но, блин, прежде чем идти в новый поход, надо обязательно пересмотреть содержание своего рюкзака. Может быть, там уже вот что-то есть, что тебе нужно, или наоборот, что-то нужно выбросить. А вторая часть, когда, как бы, окей, информации, например, нет, мы что-то не знаем, но можно получить, там, не встречаясь с пользователями, не затевая вот эту всю историю с рекрутом, с обработкой и так далее. Как бы посмотреть какие-то другие каналы, там, получения информации. Классика, которую я привожу в пример, это в любой компании, там, есть техническая поддержка, есть обращение в эту поддержку. Во многих компаниях есть менеджеры, которые, там, продают, да, сейлс-менеджеры, они общаются с клиентами. Это такая кладезь знаний о том, что вообще там происходит, да, и таких примеров очень много. То есть, на самом-то деле, это тоже методы исследования, инструменты, да, каналы получения информации, но они, как бы, более дешёвые, что ли, более быстрые, чем идти к пользователям. То есть, здесь это ответ на вопрос, а как ещё я могу получить эту информацию? Да, да, всё так. Мы с тобой ещё об этом, наверное, поговорим, да, когда вот такие пограничные случаи, что вроде бы что-то большое, сложное, городить не надо, но как-то повысить свою уверенность и подсобрать каких-то данных всё-таки стоит. Вот я тебе тоже, там, расскажу тебе и слушателям, какие есть такие быстрые, дешёвые методы. И в том числе это изучение существующей информации из каких-то каналов, типа обращения в поддержку, отзывы в сторах, там, на различных сервисах, типа VC.ru, и общение с внутренними сотрудниками. Как правило, это там сейлс-менеджеры, те же агенты поддержки и так далее. Окей, что дальше? Четвёртый. Да, четвёртый. Смотри, частный случай предыдущего, но он такой сложный. Это тонкий лёд, я здесь как бы оговорюсь, это когда мы понимаем, что в результате исследования мы особо какой-то новой информации не получим. Ну, казалось бы, да, очень странный заход, но смотри, приведу пример, как это может быть. Например, какое-то время назад мы там собрали барьеры нашей аудитории, там, к тому, чтобы в продукт зайти, или уже там внутри него, что не так на пути пользовательском. Мы, значит, собрали фактуру из разных источников, интервью провели, взвесили это количественно, прикинули влияние на бизнес, трудоёмкость и так далее. Получили, значит, скоринг и собрали роудмап. Команда по нему двигается, всё прекрасно, там иногда перетряхиваем чуть-чуть, как-то детали уточняем. Но, например, приходит новый руководитель и говорит, ребята, надо бэклог радикально пересмотреть. Давайте-ка мы сейчас ещё 30 интервью по 10 на сегмент, заново проведём опрос на 20 тысяч пользователей. Ну, и вроде как бы, блин, новый руководитель, туда-сюда, но мы-то знаем, что вот мало ещё что изменилось. Исправили в продукте мы немного, а какой-то части изменений пользователи вообще ещё не узнали. Мы там не делали анбординг в фичу, мы не делали какие-то рекламные компании маркетинговые. Сама целевая аудитория, её потребности тоже не изменились. Зачем? Зачем нам заново повторять этот путь? Как бы сигналов к тому, что что-то поменялось и надо пересматривать приоритизацию, нет. Но здесь есть большое жирное «но». Интересно. А как понять? Что ничего не поменялось? Или что? Слушай, нет, на самом деле мы тоже поговорим об этом, когда будем говорить о переиспользовании исследований. Здесь есть такое «но». Смотри, бывает так, что ценность в этих исследованиях всё-таки есть. Да, мы там понимаем, что ничего особо нового не узнаем, может быть, какими-то деталями обрастим задачки в бэклоге. Но смотри, какие плюсы могут быть. Например, если вот это первоначальное исследование собирал только исследователь, команда как бы там особо не участвовала, она выступала как приёмник. И тогда у них могут быть какие-то вопросы, могут быть сомнения. Ну что, неужели такие проблемы у пользователей? Ну как так можно быть? Всё же понятно в продукте. Здесь мы развиваем ту самую банальную эмпатию. Как бы банально это ни звучало, это правда работает. Мы вовлекаем в новые исследования всю команду и показываем, как это работает. Плюс, если, например, команда пересобралась, вышло много новых людей, это отличный способ анбординга. Не просто посмотреть, как там внутри всё устроено, процессы, техника и так далее. Познакомить фейс-то-фейс с пользователями. Ну и смотри, ещё сложнее, ещё более такая метафизическая штука. Мы с помощью таких исследований, заранее понимая, что ничего нового не узнаем, ну там, или значимо нового, мы как бы выстраиваем понимание у команды. То есть вроде бы да, ничего нового нет, но сложилась целостная картина. Понимаешь? Мы это услышали, увидели, мы прошлись ещё раз заново вторым слоем, и у команды сложилась в голове картинка. Команда продвинулась вперёд, и она готова принимать решения и действовать. И ты знаешь, это дорогого стоит. У неё, получается, контекст появился, да, у неё появился контекст, из которого она сама может уже что-то предпринимать, по сути, если его не было до этого. Да, да, слушай, всё так, всё так. Ну то есть вот этот поинт, он очень важный, да, то есть нам нужно понимать, как бы мы узнаем что-то новое или нет, и если нет, то как бы а тогда зачем? Зачем, да, какую ценность мы ещё дополнительную получим, кроме, собственно, прямой ценности исследований и получения новой информации для принятия решений. Слушай, дальше. Пятый пункт, да, когда, допустим, мы уже всё профильтровали на первые пункты, уже понятно, что как бы мы должны там, мы можем узнать что-то новое, но если у нас нет ресурсов для внедрения изменений прямо сейчас, не знаю, там, например, бэклог разработки уже расписан на год вперёд, то получается, что мы проводим исследования про запас. Ну, типа, сейчас поисследуем, через полгода разработчики освободятся, что-нибудь возьмём. Почему это плохо? Да, это не точно. Да, кстати говоря, это не точно, абсолютно не точно. Почему? Потому что ситуация как внутри, так и вовне компании, она может измениться. Да, все видят, что происходит там в последнее время, данные устаревают значительно быстрее, и когда разработка освободится, нам нужно будет проводить исследования заново, и тогда мы потратим в два раза больше ресурсов, в два, а то и в три раза больше. Ты меня, наверное, спросишь, слушай, Таня, что там такое может поменяться, что исследования устареют? Да, ты знаешь, я как бы читаю новости. Да-да-да. Ну, давай, да, представим. Да, давай представим, что мы там живём три года назад, когда ничего ещё как бы не было, даже больше, чем три года. Ну, потребности и приоритеты как бы людей, даже вот структура нашей целевой аудитории, раньше это были такие, знаешь, достаточно устойчивые штуки. Ну, то есть как бы базовые знания, они долго оставались актуальными. Ну, типа потребности людей, ну что, они так быстро меняются? Ну, казалось бы, нет. Слушай, ну вот там была раскатка, вот допомни просто, да, такие массовые привычки, которые раскатывались на аудиторию, да, это использование сервисов такси, использование сервисов доставки, использование e-commerce, то есть, ну вот эти штуки, которые раскатывались так на масштабе страны, достаточно сжатые сроки относительно исторических, да, там такси там с 2011 или 2012 года, там, ну, в общем, они занимали по несколько лет, вот эти вот раскатки таких массовых привычек, изменяющих прям потребительское поведение. Но с каждым разом эти сроки уменьшались. Вот такое наблюдение у меня. Слушай, да, абсолютно согласна, то есть, даже если не принимать во внимание, это, конечно, невозможно, но вот в ситуации последних лет, ты прав, что вот с течением времени, с развитием как бы истории, вот эти вот сроки, они, ну, как бы естественным образом сокращаются, да? Но вот ты правильно сказал, да, что там вот как бы ресурсы разработки освободятся через полгода, мы там что-нибудь сделаем, но это не точно. Почему? Потому что время идёт, и не только как бы вовне ситуации меняется. Внутри компании это тоже, приоритеты компании, стратегия, там, какие-то технические, организационные возможности. И что там будет через полгода, пойди попробуй как бы узнать за коммитете на это, да, что вот мы возьмём эти результаты исследований. Понял. Дальше. Дальше. Дальше, смотри, если там сейчас всё будет вообще усложняться, и страсти будут накаляться. Шестой пункт – это когда от результатов исследований не зависят никакие решения. То есть, да, мы узнаем что-то новое, мы обогатим там себя, команду, но сорян, как бы ни на что это не повлияет. В каких случаях это может быть? Ну, там, начиная с банального простого, когда мы что-то просто должны сделать. Есть какие-то там юридические требования, нас обязывает там государство закон, там, ввести какую-нибудь маркировку товаров, чеки покупателям и так далее. Ну, как бы, сорян, ты должен это сделать, иначе ты вне закона, да. А вторая ситуация, с которой тоже там бывает такое сталкиваемся, что нам понятно, как делать. Нам понятно, что это нужно делать, и нам понятно, как это делать. То есть, это какой-то условный мифический зверь market normal, ну, или какие-то гигиенические фичи. То есть, условно, там, у всех есть, мы знаем, понимаем, зачем, почему это нужно. И, в общем-то, есть уже устоявшиеся паттерны, как этим люди пользуются. И там, ну, не в наших интересах эти паттерны ломать, например. Дальше сложнее, да. Есть такой вариант 50 на 50, когда, как бы, ну, может быть смысл исследовать, а может не быть. Это когда, знаешь, мы решаем проблемы бизнеса, а не пользователей. То есть, например, мы выбираем способ монетизации продукта. То есть, нам кажется, что в первую очередь должен идти расчет, экономика, чего как, стратегия развития и так далее. Но, конечно, для того, чтобы там оценить восприятие, отношения и какие-то риски с точки зрения аудитории, ну, все-таки бывает полезно. Поэтому тут, знаешь, так 50 на 50. То есть, надо посмотреть, как бы стоит, не стоит туда идти. Ну, и есть всякие трэш-варианты, когда там культура компании такая, что вот решение принимается директивно. Ну, это грустный вариант, мы о нем не будем рассказывать. Так, понял. И, знаешь, есть такие интересные индикаторы у этой штуки, да, когда вот от результатов исследований ничего не зависит. Это когда ты сам не можешь четко сформулировать цели исследования. То есть, какие решения мы не можем принять и какой информации нам для этого не хватает. Знаешь, такая постановка вопроса, ну, давай там, как бы, пощупаем барьеры наших пользователей. Или давай посмотрим, как они там анбординг проходят. Зачем? Типа, что ты с этим будешь делать? Чтобы что. Да, вот такой любимый вопрос продукта, чтобы что и какую проблему решаем. Блин, ну, просто тогда вопрос, знаешь, действительно, а для чего оно может быть запрошено? Короче, это тоже как часть карго-культа или как просто интерес. Давайте посмотрим, а что там. И если это подтвердит мое мнение, а то мы будем это использовать. А если не подтвердит, ну и ладно. Вот так. Слушай, хороший вопрос. Ну, вот по опыту такое бывает, когда, знаешь, вот еще картинка не сложилась, да, то есть вот есть какое-то ощущение какого-то направления, вот такая зарождающаяся идея, как говорят, знаешь, вот на языке крутится. Я пока еще вот точно не понимаю, я хочу прощупать, да. Но мне кажется, вот в такую историю там, ну, очень редко, когда стоит идти, все-таки хочется как-то приземлить, да. Мы еще не готовы к исследованию. Ну, конкретизировать. На самом деле, сори, допомню, вспомнил просто признаться, что я чего-то не знаю и попытаться понять, чего именно я не знаю и что мне нужно узнать для того, чтобы это узнать. Ну, короче, звучит так запутанно, но вот понимать, что ты не знаешь, это, кажется, важная штука. Четко придумываю. Слушай, я абсолютно с тобой согласна, и это тоже отдельное искусство. Знаешь, что я еще хочу дополнить? Тоже вот такие постановки задач, они еще, знаешь, из чего исходят? Что иногда так бывает, что ты или команда, или компания, мы не готовы принимать решения и воплощать их в реальность. То есть вот помнишь, я говорила о том, что ты как исследователь, ты там в команде несешь как бы прекрасную новость о том, что то, во что вы верили или, не дай бог, там уже делали полгода, ну вот как бы это надо все закрывать, да? И бывает так, что, ну, команда, стейкхолдеры не готовы это услышать, не готовы принять такое решение. Тогда нужна какая-то, знаешь, подготовительная работа, ну, то есть поселить мысль в голову, что это действительно честное исследование, мы идем гипотезы проверять, а не подтверждать, да? Как вот цель исследования подтвердить гипотезы. Нет, не подтвердить, проверить. И что ответ может быть любой. И да, и нет. Окей, следующий пункт. Ну и смотри, мы подходим там к сложным самым штукам, когда, окей, там нужно исследовать, действительно зависят какие-то решения, но бывает так, что мы не можем эту информацию добыть или проверить конкретные гипотезы теми методами, которые нам доступны. Но она похожа на предыдущие, то есть мы можем собрать какие-то данные в силу наших возможностей, но их будет недостаточно, чтобы решение принять. Ну, то есть, условно, там стейкхолдеры посмотрят, что вот вы восемь человек опросили, поговорили с ними и вот предлагаете там инвестировать миллион долларов в разработку. Как бы маловато будет, давайте-ка побольше пруфов. А в каких случаях это бывает? Что нам, например, нужна какая-то количественная оценка, нам нужно ответить на вопросы, как часто, что важнее, там, какие-то ценовые штуки выяснить. Но у нас нет денег на опрос, да, там, нужно платить агентству, нужно платить респондентов, это много денег, у нас их нет. Да, но бесколичественной какой-то оценки нам там, условно, что-то не запрубят. Дальше, как бы тоже связано с этим штукой, у нас может быть какая-то недостижимая целевая аудитория. Например, мы найдем максимум двух респондентов, а нам, чтобы вот качественно все прощупать, даже вот на качественном уровне, ну, хотя бы пять-шесть человек на сегмент. Ну, и тоже бывает, вот в последнее время это тоже очень актуально, когда нам с точки зрения метода нужно физически наблюдать за тем, что происходит. То есть такая этнография, наблюдения включенные, не включенные. Например, там, не знаю, мы автоматизируем бизнес-процессы, и нам нужно быть на заводе, видеть, как это все работает. Но мы, например, находимся в другой стране и не можем приехать. Ну, как бы, сорян. А эту информацию другим методом, там, ты с нужной достоверностью не вытащишь. И вот в этих случаях надо тоже смотреть, да, как бы, а что мы можем сделать, насколько весомые данные мы получим, и будет ли их достаточно. Вот. Это был седьмой пункт. А восьмой пункт, слушай, ну, он вообще, он вообще очень сложный, но звучит коротко и просто. Смотри, исследование делать не надо, когда стоимость стоимость исследований выше, чем риск. Все просто. Звучит как формула дважды два, но там дальше начинается. Что такое стоимость исследования, а как взвесить риск, как это сопоставить, а насколько должно быть выше или ниже и так далее. Мне кажется, вот часть про риск, это же как раз уже вот именно продуктовая часть, либо бизнесовая. То есть люди должны осознавать, что они там могут причинить своим решением. Да, история с рисками, она такая, знаешь, там, продуктовая история, да, но там часто близко к проектным менеджерам. У них же там есть прям целое направление, риск-менеджмент. И, знаешь, иногда слышу такое вот мнение, что, блин, ну, исследование, это же дешево. Ну, типа, мы же там исследуем для чего? Для того, чтобы вот как раз, значит, снизить там риски и туда-сюда. Но на самом деле это миф. Хорошие исследования с высокой достоверностью часто это дорого и сложно. И вот пару лет назад я читала классную статью Макса Королёва на Medium. И что он говорил? На самом деле он даже углубил и расширил эту мысль. Он говорит, смотри, что стоимость исследования должна быть меньше стоимости решения, во-первых, да. И тут важно учитывать не только стоимость самого решения, то есть, условно, сколько мы там потратим как бы на разработку туда-сюда, риски. Но важно ещё считать упущенную выгоду. Это как раз, вот помнишь, я говорила, что ресурсов всегда меньше, чем идей и запросов. Ну да, могли бы что-то другое сделать в это время. Всё так, всё так. Мы могли бы проверить другие гипотезы, мы могли сделать что-то другое. То есть вот эта упущенная выгода, да, её тоже важно как бы помнить о ней. А ещё сложнее – смотри, стоимость должна не просто окупать как бы риски, но она ещё должна, стоимость исследования должна окупать тот прирост уверенности, который исследование даст. То есть смотри, например, мы всё посчитали, как-то там прикинули стоимость исследования, прикинули стоимость риска, то есть там и разработка и всё прочее. И вот нет смысла проводить исследование за 100 тысяч для того, чтобы принять решение, которое будет нам стоить 200 тысяч. Если уверенность у нас повысится на 5-10%, понимаешь? То есть мы не на 100% снизим риск, а на 5, 10, 30, 20. Вот такое вот. Это к предыдущему пункту. Смотри, какие методы нам доступны. Если ты можешь провести только два интервью из целевой аудитории 100 тысяч, то прикинь, насколько ты снизишь степень неопределенности. Если она снижается несущественно, ты сказал, что я на 1% более уверен, что штука полетит. Не стоит. Не стоит. И тут кажется, что получается прямая зависимость, что чем крупнее компания, тем выше риски. Опять же, вот эта репутация, бренд и так далее. Архитектура сложная внутри продукта. То есть тут тронул, там все поломалось, все надо тестировать. И получается, что тем более сложные и дорогие исследования начинают иметь смысл. И часто это приводит как раз к той крайности, когда мы исследуем все подряд, чтобы попытаться уйти от всех рисков. В каком смысле уходит ответственность еще такой. Ну тоже, блин. Слушай, да, да. Мне кажется, это совсем такой тонкий лед. Но смотри, даже в таких крупных компаниях тоже иногда и даже часто бывает быстрее, проще запилить и посмотреть эффект на проде. Чем дизайнить, придумывать, как проверить эту гипотезу без разработки, проводить потом это исследование и там с такой невысокой степенью уверенности что-то заявлять, что, ребят, давайте сделаем уже и посмотрим. Слушай, я в 16 или 17 году был на конференции, где тогда еще популярный коуп, эти видосики, короче, с музычкой зацикленная. И, в общем, парень рассказывал о том, как они тестируют гипотезы. В общем, значит, катим мы фичу на продакшн, а у нас там 10 миллионов то ли дау, то ли вау, не помню, викли или дневные, но не суть. И говорит, и смотрим на графики. Если идет просадка по количеству каких-то экшенов, значит, фиговая история. Если нет, то все хорошо и оставляем, ну или откатываем. Вот так тоже бывает. Это было много лет назад. Не знаю, как сейчас. Слушай, ну классно, классно. Ребятам, видимо, было очень много адреналина смотреть на графики. Да, тут история, раскатим и посмотрим. Ну, знаешь, такой банальный пример, но вот прям было такое в недавней практике. Есть какой-то раздел там на сайте, но он второстепенный, понимаешь, там нигде на главной особо не торчит. И мы там понимаем, что нам нужно выбрать новые названия. Ну, понятно, что это точно нужно сделать, не буду вдаваться подробностям. И вот, значит, мы нагенерили название, там редакторы поработали, внутри обсудили, осталось, условно, там два-три лучших. И вот ко мне приходит как бы заказом, давай проверим, типа вот какое название лучше. Я говорю, ребят, ну мы, конечно, можем замутить опрос, да, но вот целевая аудитория этого раздела, это, допустим, там какие-нибудь руководители крупных компаний. Их сложно найти, их сложно замотивировать на участие в исследовании. Это долго, дорого. Что мы теряем, да? Давайте запустим там, условно, в АБ, да, несколько групп, тем более, что у нас там очень классная, развитая инфраструктура для всех экспериментов. Ну и посмотрим, да, то есть как бы поменять название и мутить опрос со сложностей в аудитории, да, ну представь, взвесить истории. Вот, ну это такой большой банальный пример. Вот, ну и последний, последний девятый пункт, он метафизический, но он вытекает из предыдущего, вот из стоимости исследований, из рисков, чего мы потеряем, чего мы приобретём. И он требует таких очень сильных, в том числе личностных качеств, когда у тебя есть сильнейшая вера в какую-то штуку, у тебя есть право и готовность рискнуть, ты готов это сделать. Да? И прям сильная вера на одной чаше весов, а на другой чаше весов. Какое-то сложное исследование, мне кажется, что иногда надо рискнуть. Вот она романтика. Да, надо поставить, поставить все карты. Ну тут, конечно, надо понимать, как бы чем ты уже сам рискуешь, да. Мне кажется, что вот некоторые такие сильные решения, особенно когда важна скорость, когда ты чувствуешь какую-то вот супервозможность, и если там идти во все стандартные процессы со всеми исследованиями, со всем прочим, ты можешь эту возможность упустить. Слушай, ну часто бывает такое, что скорость важна. Вот, но ты сильно веришь в эту историю, и у тебя есть право на уровне компания, и ты сам морально готов поставить все карты на зеро. Сделай так. Ну и встретиться с результатами провала, например. Провала, да. Или стать звездой, о которой тебе будут ходить легенды, рассказывать несколько лет вперед всем новичкам в компании. Ой, ну у меня это словосочетание асимметричной ставки на из покера. Ну в общем, да, мне кажется, когда есть возможность сделать такую ставку, да, то есть рискуя потерять, но при этом выиграть сильно большую, ну возможно стоит задуматься, действительно, если такая возможность есть. Интересно. Слушай, вот прям такой отличный список, очень основательный, можно просто брать его и идти, и отказываться от исследований. Не надо, не надо так. Подожди, это другая крайность, это слева, она хуже, помни это. Ну допустим, так, но все же. Смотри, интересный такой вопрос, вот по твоему опыту, хотя бы примерно, вот просто по ощущениям, какой процент исследований, запросов на исследований, который приходил к тебе, попадал в этот список? Слушай, хороший вопрос, очень хороший вопрос. Если говорить на примере Авито, мне кажется, что у нас достаточно высокая культура в этом плане, и то есть абсолютное большинство понимает ценности исследований, когда их нужно, когда не нужно применять, ну и в общем ограничения возможностей тоже понимает. Но как бы все мы не без изъянов, мы бываем очень влюблены, мы хотим перестраховаться, и такие истории бывают. Ну слушай, мне кажется, что, ну вот наверное, сейчас, так вот по ощущениям, что пришло в голову, ну наверное процентов 20 должно отсекаться. Вот прям, ты знаешь, должно. Это минималка. Уже оптимизация. Слушай, да, но... Мне кажется, просто знаешь, что вот этот список, это в каком-то смысле, если его развернуть не как список того, когда не надо делать исследования, а как список вопросов, которые стоит задать себе перед исследованием и понять действительно, ально ли мне нужно, вот это прям такой хороший инструмент получился. Слушай, ты прям с языка снял. Мы для этого в Авито сделали как бы бриф, да, казалось бы, простая штука, такая нативная, и, но прикол в том, что ты действительно прав. Бриф у нас, по сути, это перечень вопросов, которые реально полезно ответить там самому себе, команде, даже если ты сам это будешь делать. То есть если ты там продукт, который сам проводит исследования, вот мы как бы рекомендуем все равно этот бриф заполнять. И почему? Потому что вот у меня реально есть кейсы, когда там продукт объявляет о грядущей задаче на исследование, мы говорим, вот смотри, как бы бриф, там не так много вопросов, он уходит заполнять этот бриф и не возвращается. Ну не потому, что с ним что-то случилось, задача отпала, понимаешь? Я к нему прихожу, говорю, где? Он говорит, слушай, я вот что-то тут задумался, такие вопросы классные, я понял, что мне не нужно исследование. Золотые слова. Да-да-да. Блин, это интересно. Действительно, эти вопросы заставляют почелленджить собственное убеждение или в принципе задачу ту, которую ты попытался сформулировать. Ты знаешь, я вот еще, наверное, это помню, вот есть такие прикольные приемы, которые заставляют этот инструмент работать еще лучше. То есть вот, например, помнишь, там была такая причина, когда не надо исследование проводить, это когда у нас уже есть вся информация. Например, мы в своем брифе не просто там спрашиваем, а что мы уже знаем, мы даем список источников, которые прям нужно проверить. Это там предыдущие исследования, это обращение в саппорт, это отзывы в сторах, ну и так далее, вот эта история. То есть мы прям вот, чтобы тебе было проще сделать этот прекрасный шаг, который сложный, муторный, неудобный, мы тебе как бы даем вот первую ступенечку. Ступи на нее, просто пройдись по чек-листу и поставь эти галочки. Дальше смотри, еще какой есть лайфхак, когда мы говорим, что вот никакие решения не зависят от результатов. Мы как бы спрашиваем, типа вот да, какие решения и как именно зависит от результатов. Ну типа знаешь, мы часто просим даже прописать вот эти ветвления. Если будет вот так, значит я буду делать вот так. Если будет вот так, значит я буду вот так. Это заставляет тебя прям как бы знаешь, прописать вот эту историю, понять готов ты или не готов и какое вообще пространство решения перед тобой есть. Потому что часто вижу только один успешный вектор, когда гипотеза подтверждается, все счастливы. И мы делаем то, что у меня в голове уже до деталей, до технических задач расписано. Но когда ты отвечаешь на этот вопрос, ты вынужден подумать, а что будет, если? По сути, сценарий. Мне нравится фраза пространство решения. Действительно, достаточно многомерно может быть ни одного уровня вопроса. Оно будет подтверждено, я уверен. Нет, не обязательно. Так, блин, круто. Что-то еще добавить сюда хочешь, может? Да, слушай, вот знаешь, бывают какие сложности. Я говорила о том, что мы даем ссылки на какие-то материалы, которые нужно проверить и убедиться, что у нас нет этой информации. И вот что я вижу. Я говорила, что у нас очень много исследователей, мы проводим много исследований, но при этом все равно приходят и приходят с запросами. Приходят и приходят, казалось бы, уже все происследовали. Это вот та самая проблема, когда данные есть, но их не используют. Это прям очень сложная тема, о ней, знаешь, тоже хочется поговорить. Мы говорим, смотри, ну вот было же исследование, да, поди, посмотри, почитай. Кажется, что оно очень похоже на твое. И здесь смотри, обо что можно споткнуться. Начиная с банального, а вообще есть ли у продуктов физическая возможность эти данные посмотреть. То есть мы их точно храним, мы их точно фиксируем. У нас есть эта база знаний. У нас вообще понятно, как этой базой знаний пользоваться, как найти то, что тебе нужно. Ну и банально база знаний должна быть просто технически доступна. Есть доступ в тот же Confluence, Jira, VPN настроены, все прочее. А дальше, смотри, сложнее. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что исследования устаревают быстрее, чем раньше. Это то, о чём мы с тобой говорили, да. И внешняя среда меняется, и в целом скорость развития всего и вся ускоряется, и переиспользование, оно прям сильно усложнилось. А дальше, смотри, да, вот из-за того, что переиспользовать сложно из-за того, что как бы устаревает. А ещё почему сложно? Потому что сложно вот эти запросы унифицировать. Смотри, чем уникальна, например, Авито, да. У нас, по сути, вот эти пять вертикалей, там, авто, недвига, товары, услуги, работа, это, по сути, пять приложений в одном, потому что там часто разная целевая аудитория, разные задачи в разных контекстах, разный пользовательский опыт должен быть. Плюс классифайт и транзакции, да, вот сделки там вне платформы, сделки на платформе. C2C аудитория, частные лица покупают, продают, и компании, которые продают, покупают на Авито. То есть нам некуда подсматривать в плане конкурентов, и даже в плане самого себя, Авито, мы не можем там взять исследование двухлетней давности или эксперимент, который мы запускали, ну и, типа, взять, примерить сейчас. Потому что, ну, настолько и мы меняемся, и подсмотреть некуда, что, типа, знаешь, взять исследование, просто применить заново бывает сложновато. Плюс, смотри, вот я говорила, да, вот эти пять вертикалей, а внутри вертикалей ещё есть категории, да, то есть товары там же вообще огромное количество всего, что происходит, и нельзя просто взять и приложить. То есть, например, мы тестировали там восприятие какого-то тарифа, или вот, например, у нас есть фича там с рыночной ценой, вот там что-то продаётся, оно выше, ниже, или оно в рынке. И, например, там мы тестировали это в авто, ну просто нельзя просто взять и использовать результат решения в товарах, потому что, опять же, да, целевая аудитория другая, другие потребности, другой контекст решения, цены банально другие, да, ассортимент на рынке другой. Вот, и вроде как бы, смотри, фича-то та же самая, продукт, в принципе, то же самое, авито, авито, но нельзя, знаешь, нельзя взять и переиспользовать. И отсюда вытекает очень классный навык, как бы, и продуктов, и самых исследований, а как мне оценить релевантность данных, я могу взять или нет, да. И здесь как бы какие вопросы встают? Актуальность. Вот, как бы, смотри, было исследование полгода назад там в какой-то вертикали про похожую фичу. Я могу это взять? Это как бы применимо ко мне? Ну, у меня немножко другая целевая аудитория, у меня немножко не те вопросы, мне не хватает деталей. Я могу на основании этого решения принимать? Или всё-таки надо идти в новую историю? А ещё сложнее, да? А что изменилось снаружи и внутри с момента проведения? Вот эта дельта, она насколько весомая, да, насколько она искажает те решения, которые я сейчас приму? И это прям сложная история. Что делаем мы в авито? Ну, смотри, во-первых, как бы кажется, что у исследователя чуть больше как бы навыка работы вот с этими штуками с предыдущими, да, это так называемый мета-ресёч, да, там, работа с тем, что уже есть. И поэтому вот как бы продуктным дизайнером мы всё-таки рекомендуем обращаться за помощью исследователя. Он с более высокой степенью уверенности скажет, можем мы эти данные переиспользовать или нет. Ну, и классно ещё, знаешь, какой метод работает, когда на уровне компании мы прям договариваемся, мы разрабатываем, мы проверяем и социализируем правила переиспользования, там, критерии оценки актуальности применимости. То есть там условные какие-то критерии, там, исследование проведено больше, там, x месяцев назад, да, нет, что дальше, да, там, целевая аудитория насколько там отличается и всё прочее. То есть вот классно вот эти общие термины как-то приземлить на реальность компании, на реальность продукта, с которым ты работаешь, как-то это постараться оцифровать и договориться внутри, что мы эти правила используем. Слушай, а вот эти же правила, например, они применимы, когда ты ищешь информацию не внутри компании, а какие-то внешние исследования, ну, типа, со рынка, от агентств. Что-то, мне кажется, может быть или там сложнее? Слушай, наверное, да, наверное, это похоже, да, то есть ты ищешь открытые данные какие-то, либо совсем доступные, либо покупаешь отчёты, но прежде чем там принимать решение, что тебе нужно, тебе точно так же нужно понять, какие перед тобой стоят вопросы, решение, да, что ты хочешь узнать, да, и помнишь, мы с тобой обсуждали, чтобы не было аналитического пролича, да, и чтобы ты мог принимать решение, лучше заранее прописать, вот какая информация тебе будет достаточной в целом, ну, и минимально достаточной, чтобы там ещё один отчётик и всё, да, ещё один, ещё следующий, ещё вот здесь, посчитаю, да, прошло пять лет фичами. Повышей степени уверенности на один процент, пожалуйста, очень надо. Всё так, всё так. Это, знаешь, это ещё похоже с конкурентным анализом, то есть, казалось бы, да, типа, там, надо, не надо делать фичу или что там как, посмотрим у конкурентов. На самом деле, чтобы вот результаты конкурентного анализа можно было применить, чтобы была польза, нужно в это дело тоже уметь, это прям тоже искусство, не просто там, условно, наличие, отсутствие функции, как это работает, что там в интерфейсах, да, но и как-то уметь прикинуть оценку успешности, да, то есть вот фича сделали, ей пользуются, её вообще зачем сделали, на какую целевую аудиторию она рассчитана, как эту фичу позиционируют, да, там, а вообще как это ложится в стратегию, что эти фичи, их изменения во времени в пространстве говорят нам о стратегии развития продукта, то есть что делают, почему, что не делают, что закрывают, что открывают. То есть это тоже отдельная песня, и опять же, я всё к тому, что нужно об условиях договариваться заранее, что тебе нужно, чтобы принять решение. Мне кажется, это отличная финальная фраза нашего подкаста. Таня, спасибо тебе большое за интересную беседу. Спасибо, Юра, спасибо слушателям, очень надеюсь, что то, что я рассказала, будет полезно и вдохновит вас на более решительные и интересные действия. Е-е-е-е. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 269-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Татьяну Чернявскую и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Пока.